Здравствуйте! В эфире первого городского служба новостей город в студии Виолетта Гришина. Я и мои коллеги расскажем вам о событиях среды 23 мая. Смотрите в ближайшие минуты. Имеется реестр Калининградской области, где определены водоемы, разрешенные для купания. Купаться пока не разрешено. Опасно, когда откроют городские пляжи для калининградцев. Имеются в достаточном количестве эвакуационные выходы. Сцена дома искусств загорелась по сценарию. Пожарные провели настоящую спецоперацию по спасению вымышленных зрителей. Лестница, конечно, хорошая. А пляж, обратите внимание, самый лучший пляж вообще. На самом деле, я смотрю на мытые вообще. Насколько безопасно отправлять детей в калининградский лагерян, чиновники проверили, а наши корреспонденты сравнили летний отдых в России и за границей. Она шокировала судей своей небывалой силой. Чемпионка Европы по армспорту поделилась своим секретом успеха. Фольклор возвращается на большую сцену. Моду на народное творчество уже оценили калининградцы. Теперь подробнее. В Калининграде и области начинается финальная проверка водоемов. С 1 июня можно будет купаться официально в Семи озерах. В начале мая воду проверяли на наличие химических элементов, нарушений не обнаружили. Теперь на очередь подошла проверка технического состояния водоемов. Где можно, где нельзя купаться, выясняла наша съемочная группа. Официальный сезон купания в городе еще не открыт. Но калининградцы уже облюбовали городские водоемы, не зная о рисках, которые могут их подстерегать на дне озер. В прошлом году в водоемах города утонуло 11 человек, а в 2010-м – 16. Спасатели говорят, что во многом снижению числа смертей на воде помогла дождливая погода. С другой стороны, было проделано и немало работы. Уже в мае озера и реки в городской черте начали проверять санитарные врачи. Они обследовали химический состав воды на опасных возбудителей. Всего в Калининграде семь водоемов. Это три голубых озера, Карповское, Шенфлис, Калининградский залив и Пилавское. По результатам биологических исследований, купаться можно везде. Но в прошлом году, в июне, залив закрыли. Он не прошел санитарные нормы. В чистоте дна и пляжа не уверены не только специалисты, но и отдыхающие. На карьере купаются, это где силикатный завод. Там все-таки близко кладбище. Я считаю, что не нужно этого делать, а только там где-то предназначено. В основном дно и береговую зону расчищают только в людных местах. Но иногда и на чистом пляже или в озере можно наткнуться на стекло или коряги. Сезонных спасателей и на этот случай обучают прямо на месте. Вот он шел, шел на стекло, наступил и порезался. Вывихи, царапины и порезы – основные травмы речного отдыха. Озеро Пилавское перед началом купального сезона по внешним признакам подготовлено. Поэтому некоторые калининградцы из-за жары не проще скупаться. По остальным озерам города тоже есть предварительные результаты. Имеется реестр Калининградской области, где определенные водоемы, разрешенные для купания как по санитарному состоянию воды, так и по техническому состоянию самого водоема. У нас это уже традиционно сложившиеся места. Это у нас озера Голубые, верхнее, ближнее, дальнее, ближнее. Озеро Шенфрис, озеро Карповское и Пилавское. На всех остальных водоемах города Калининграда по их санитарному состоянию или по техническому состоянию купание запрещено. На корму переведи утопающего. Инсценировка спасения утопающего для спасателей, как сдача экзамена перед открытием купального сезона. Ежегодно десятки калининградских студентов в июне заступают на дежурство на городских пляжах. Процесс обучения на этом не заканчивается. Мы продолжаем их учить. До начального купального сезона, до первого июня, у нас еще есть время, мы будем проводить с ними занятия уже непосредственно на рабочих местах. Они будут проходить практику на рабочих местах. Я думаю, к началу купального сезона уже будут готовы в полном объеме. На озере Пилавское, где проходят практические занятия, выделили четыре точки. С берега утопающего спасают с помощью спасательного круга. Студенты по очереди закидывают на дальний спасательный круг. Есть помощь и лодка. Пока сезон купания в черте города еще не открыт. Круг, он же и вытаскивающий человек, который находился с этого края. Который ближе к человеку. Ну конечно, а как ты через спасателя будешь кидать круг? Начинающий спасатель Артем Машевский считает, что это настоящая мужская профессия. Поэтому после армии, не раздумывая, записался в добровольцы. Определяющей стала ситуация, когда чуть не утонула девочка. Та отдыхали на озерах и начала девочка тонуться. Мы с ребятами пошли ее спасать. Вот так и дело. За безопасностью на городских водоемах этим летом будет следить всего 26 спасателей. На всех пляжах установят посты, причем круглосуточные. Все та же статистика смертей на воде говорит, что чаще всего люди тонут в ночное время суток, изрядно злоупотребив алкоголем. Полина Степанек, Виталий Сырцов, Служба новостей город. И в продолжении темы водоемов. Но теперь уже информация для рыбаков. Во вторник вступили в силу изменения в правила рыболовства для западного бассейна. Сейчас любителям рыбалки придется тщательно выбирать сети и место для ловли. С 22 мая для всех рыбаков начался двухмесячник тишины. Это связано с тем, что сейчас на водоемах идет период нереста. До конца июля на рыбалку можно будет ходить только с сетями в 40 мм. И только на разрешенные водоемы. К примеру, рыбалка на Немане, его притоках и рукавах вниз по течению от развилки с рекой Матросовкой попала под запрет. Также запрещена подводная рыбалка на малых реках области. Чуть меньше двух недель осталось до начала первой смены в детских лагерях области. Сейчас там идут последние приготовления. В среду Александр Ярошук проверил качество работ. В течение трех месяцев здесь могут принять порядка 4 тысяч детей. Какие условия их ждут и что делать, если вашему ребенку не досталась путевка в местный лагерь? Узнайте в материале Натальи Сидорчук. Лестница, конечно, хорошая. А пляж, обратите внимание, самый лучший пляж вообще. А там, где лес, смотрю, намытые вообще. А там вообще его нет. На удивление, да. Спуски к пляжу в этом году на особом контроле. После шторма в Светлогорске пострадали многие лестницы. Ремонтируют и крыши корпусов. Тоже виноват ураган. 3 июня в каждом из них должно поселиться несколько десятков человек. Внутри все уже готово для приема гостей. Косметический ремонт закончен, только краска еще немного пахнет. Перед новым сезоном ремонт сделали и в столовой. Закупили новую посуду и добавили еще столов. Уже утверждено и меню. Кстати, по словам сотрудников, оно в этом лагере одно из лучших. Дети многие просто не знают, что такое по утрам каши. А у нас все время все такое. То кашка, то запеканка, то оладушки. Четырехразовое питание, купание в море, спортивные мероприятия и развлекательная программа. За досуг детей будут отвечать будущие учителя. Вожатых набирают в одном из спецколледжей области. А на должность воспитателей могут претендовать только педагоги со стажем. Свободного времени у детей практически не будет. На 21 день они станут жителями выдуманного государства. Каждая из них может стать президентом, чиновником или занять любую другую должность. Вводится и собственная валюта. Ребята могут посетить ночной кинотеатр на берегу моря, пойти в лес, на костер с шашлыками, выйти в город на экскурсию. Очень много всевозможных моментов, которые они могут воплотить непосредственно за заработанные эти бонусы. За порядок, за чистоту и за победы в любых соревнованиях. В лагере можно заняться любым видом спорта. Сейчас готовится к сдаче баскетбольная площадка. Также на территории есть библиотека и открытая эстрада. Весь лагерь находится под охраной и видеонаблюдением. Не худшие условия должны предоставить и остальные шесть лагерей области. За лето они смогут принять чуть больше 4 тысяч человек. Но это далеко не все желающие. Мест на всех не хватает. И по неофициальным данным, в лагере Гайдара все путевки раскупили еще в феврале. Два лагеря, принадлежащих Министерству обороны, в этом году не откроются. Если они принимут решение о передаче, у нас есть деньги в бюджете. Мы и эти лагеря, два лагеря приведем в соответствии со всеми стандартами, которые требуют федеральные органы. И еще раз таким образом расширим на следующий уже год, правда, прием наших калиграцев. В этом году, чтобы отправить своего ребенка в лагерь, родителям придется заплатить около 10 тысяч рублей. Именно столько стоит путевка на 21 день. За эти деньги юные жители области будут жить по 10 человек в комнате, а душ и туалет их ждет на улице. У родителей есть и альтернатива. Многие турфирмы предлагают детские туры за границу. Правда, заплатить придется больше, а дней для отдыха у ребенка будет меньше. Например, путевка на 14 дней в Польшу стоит от 16 тысяч рублей. Цена на наши туры не так высока. Да, количество дней меньше. Но если сравнить количество экскурсий, их качество, их значимость и условия проживания, то это естественно. Дети живут в четырехместных номерах со всеми удобствами. Кроме того, отдых можно совместить и с обучением. Так, один из туров предлагает занятие английским языком. Чем будет заниматься ребенок в таком лагере, родители знают заранее. Вся программа расписана практически по часам. Их сопровождают опытные калининградские преподаватели. На территории лагеря дети будут под постоянным наблюдением, а за их безопасностью должна следить профессиональная охрана. Еще один вариант – отправить своего ребенка в лагерь на территории России. Но путевка вместе с проездом будет стоить дороже отдыха за границей. Наталья Сидорчук, Андрей Шелест, Служба новостей город. Наша Саша победила всех. Пять медалей привезла калининградке Александра Акаева с чемпионата Европы по армспорту. Он проходил в Гданьске с 13 по 20 мая. Так получилось, что начало состязаний совпало с днем рождения девушки. Но праздничного торта она так и не попробовала, чтобы избежать набора лишних граммов. О воле к победе и как постоянное внимание мужчин помогает калининградке побеждать своих соперниц, расскажет Мария Постникова. Я в зале одни мальчики, я одна девочка, все внимание на меня. Мне это очень нравится, даже более чем. У молодых людей к ней всегда повышенное внимание и интерес. Но когда Саша приходит в спортзал, где качают мышцы сильные мужчины, она чувствует себя настоящим цветком. Правда, хрупким этот цветок не назовешь. Одной правой она уложит любую соперницу. И даже мужчинам Александра легко даст фору. Когда я пришел в зал, я думал, что она просто новенькая пришла. Ну, когда взял ее в руки, начали с ней стоять. Она как дернула меня, я ее даже не почувствовала. Ну, как почувствовала такую силу. Ну, вот, с ней сложно стоять. В этот неженский спорт Саша попал из-за проблем со здоровьем. Раньше занималась легкой атлетикой. Получила мастера и звание трехкратной чемпионки России. Среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Но из-за больших нагрузок врачи запретили и бегать, и прыгать с разбега в длину. После атлетики был настольный теннис, а потом Саша узнала про армрестлинг. С инвалидностью могут заниматься спорт. Мы к этому даже призываем всех этим заниматься. На чемпионате Европы калининградка Александра Акаева состязалась и среди здоровых спортсменов. И эту серебряную медаль она получила своей левой рукой. Зато правой досталось 4 золота. Одну медаль она подарила своему первому тренеру в Балтийске. На России проиграли, на Европе отомстили. Они были, наверное, не готовы к этому, что им придется стать четвертыми. На том чемпионате России Саша получила серьезную травму, как раз на боевой правой руке. Но недаром ее главное жизненное правило – никогда не сдаваться и идти только вперед. Восстанавливаться помогали упорные тренировки в спортзале. Каждую неделю не меньше четырех. И то, что у всех соперников здесь рука мужская. Нехрупким Сашиным однажды сдались даже бицепсы российских таможенников. Недавно ехала на соревнования в Польшу. Не на соревнования, а на сборы. И меня остановили на таможне. Наши русские пограничники. Задержали там на три часа. Я переборолась с половиной нашей таможни. Они проиграли, расстроились. Но запомнили меня и надеюсь надолго. Уже этой осенью Саше предстоит поездка в Бразилию на чемпионат мира. Там она планирует повторить победу прошлого года. А ее тренер мечтает увидеть свою воспитанницу на первом месте пьедестала среди взрослых. Пока она выступает в классе юниоров. По моему примеру, многие начали тоже сходить в зал. Показать какие-то результаты. Может быть не очень высокие, но по крайней мере для себя они что-то новое нашли. Кстати, профессию на первых парах Саша выбрала очень даже женскую. Учится в Академии народного хозяйства на технологой пищевой промышленности. Но дальше планирует стать тренером и воспитывать у других волю к победе. Мария Пустникова, Андрей Шелест, служба новостей город. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу.